Здравствуйте, дорогие друзья! Как всегда, в субботу в прямом эфире Нить Ариадны, программа, где наши гости, профессиональные психологи, помогают нам разобраться в лабиринте жизненно важных проблем и найти правильные пути их решения. Поэтому вы всегда можете позвонить нам в студию во время передачи и задать свои вопросы. Телефон прямого эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Кроме того, нам можно написать на наш электронный или почтовый адрес. Ну и, наконец, вы можете смотреть нашу программу в интернете на сайте sgutv.ru в разделе прямой эфир. Итак, ароматы с древних времен помогали людям в их стремлении нравиться, казаться лучше, красивее. И не только. Специалисты утверждают, что ароматы влияют на нашу психику и самочувствие. И что между запахами и состоянием человека, здоровьем, настроением и работоспособностью существует тесная связь. Кроме того, аромат – это еще и код развития личности или одежда для нашей души. Ведь именно так считают гости нашей сегодняшней программы автор нового психологического проекта «Парфюмерный гардероб». Каким же образом запахи и ароматы влияют на нас? Как правильно выбрать свой аромат и с его помощью изменить свою жизнь? Как можно соединить парфюмерию с задачами личности? Вот об этом мы и поговорим сегодня с автором этого проекта, известным бизнес-тренером, психологом-консультантом в области менеджмента и личностного развития Ольгой Ковалевой. Ольга, здравствуйте. Добрый день. Такая интересная сегодня тема. И что у вас, серьезного психолога, бизнес-тренера, заставило заняться такой легкомысленной, но такой красивой темой? Я хотела бы сказать, что тема только на первый взгляд, конечно, легкомысленная, потому что на самом деле она очень глубокая и интересная. И с самого начала, когда я сама для себя подбирала парфюмерию, конечно, у меня не было в тот момент никакой идеи по поводу того, что это вырастет потом в профессиональной сфере. И поскольку парфюмерия для меня долгое время была просто увлечением, я, как и все мы, наверное, покупала себе ароматы, которые мне нравятся. Некоторые мне нравились долго, некоторые нравились меньшее количество времени. Но тем не менее, в какой-то момент времени я заметила, что современная парфюмерия меня совершенно перестала устраивать. И в тот момент я совершенно не понимала, что парфюмерия намного больше, большая вселенная, чем мне на тот момент времени казалось. Вы, как и многие из нас, находились в парфюмерном тупике, когда, как сейчас говорят. Совершенно верно, да. То есть что выбрать в этом многообразии? Не знаю, как насчет многих, но ни от одного человека я это слышала. Было ощущение, что вот запахи повторяются, повторяются, повторяются. Ничего нового парфюмерная промышленность не производит. А поскольку я все время старалась находиться на пике того, что вроде бы делалось, мне казалось, что все, это тупик. Ну, это было огромным заблуждением. И, собственно, с того момента, как я для себя открыла другие возможности парфюмерии, просто нужно было зайти немножечко в другие ниши рынка парфюмерного, стало понятно, что сами по себе ароматы способны вызывать огромное количество ранее неизведанных эмоций. И можно было увидеть, что мое собственное восприятие и ароматов, и меня самой стало очень сильно меняться. Но на тот момент все-таки это еще было таким парфюмерным увлечением. Поскольку параллельно я работала с процессами развития личности, в какой-то момент для меня эти две картинки сошлись. Я увидела, что, например, если человек находится в каком-то переходном этапе своей жизни, и если он одновременно неравнодушен к парфюмерии, то в этот момент человек может начинать искать новые запахи. И поэтому, если говорить про вот такую центральную психологическую идею проекта «Парфюмерный гардероб», то она вот звучит именно так, что вот если человек захотел нового аромата, это, скорее всего, сигнализирует о том, что и новая личность на подходе начала его звать. То есть ароматы, они могут сигнализировать нам о каких-то начинающихся изменениях нашей жизни. А можно ли при помощи ароматов, не знаю, усилить какие-то черты своего характера, подтянуть что-то недостающее, добавить того, чего не хватает, или, может быть, убрать то, что немножечко лишнее. Возможно ли ароматы это сделать? Да, собственно, об этом и речи идёт. Потому что пока человек пользуется привычными ароматами, он пользуется теми ароматами, которые уже привычны для его личности, для его эмоций. Как только человек начинает интересоваться другими запахами, поскольку ароматы падают на эмоциональную память и имеют своё отражение вот внутри нашего психического в виде определённых эмоций, в виде определённых личностных качеств, в этот же момент вот этот вот незнакомый аромат начинает вызывать к жизни вот эту ещё неизвестную часть себя. И, ну, примеров может быть много. Кто-то, может быть, будет открывать себе творческие какие-то начала, кто-то будет открывать вещи, связанные с целеустремлённостью. Каждый раз нужно смотреть, какое именно качество человек в настоящий момент увидел вот в этом новом парфюмерном выборе. То есть мы будем проецировать, да, сегодня вы расскажете, как найти именно свой аромат и понять, что он несёт в твою жизнь, о чём он говорит. Я думаю, что вот эта тема... Не случайно мы встречаемся с вами именно сегодня, потому что тема, ну, очень актуальна. На пороге День всех влюблённых. Затем 23 февраля, затем 8 марта, не за горами. И всегда стоит вопрос, как порадовать себя и своих самых близких, любимых людей. И, конечно же, вот как раз ароматы – это то, что мы любим дарить своим близким людям. Об этом тоже сегодня поговорим, насколько это уместно, да. Можно ли здесь порадовать человека, попасть в десятку. И я думаю, что вот тот период времени, который остался до этих праздников, и поможет как-то сориентироваться, да, вот в этом бесконечном многообразии этих ароматов, потому что найти своё – это достаточно сложно. И всё-таки, Ольга, хотелось бы узнать, как аромат влияет на нашу психику. То есть понятно, что это всё природная вещь, что запахи даны человеку с определёнными целями природы, да, они нам нужны. А как происходит, вот как наш мозг обрабатывает эту информацию, и что происходит у нас внутри? Как это влияет на нашу психику? Если говорить о восприятии запахов, то обонятельность системы имеет прямое отношение к нашей жизнедеятельности. Если мы посмотрим на строение головного мозга, то сразу можно увидеть, что ароматы, которые… восприятие аромата, которое начинается у нас вот со слизистой носа, попадает прямиком в ту зону головного мозга, который связан с системами жизнеобеспечения, с системами регуляции, то есть имеет отношение к самым-самым глубоким уровням жизнедеятельности. Эти вещи проходят вообще мимо сознания. То есть на подсознание они действуют вообще? На подсознание они как раз действуют, проходя мимо сознания, да. Потому что запаховая информация имеет очень большое значение в том смысле, что мозг на уровне инстинктов принимает решение, нужен запах, не нужен запах, нравится, не нравится, как вот мы привыкли уже об этом говорить. Но на самом деле основная функция мозга вот на этом этапе восприятия – это определить, опасен или безопасен запах. То есть это то, что заложено природой. Совершенно верно. Вот, поэтому, когда мы говорим про значение запахов, его невозможно преувеличить, потому что от этого зависело в своё время, видимо, мы поверим, теориям эволюции нашей жизни. И до сих пор, если говорить про такое глубинное восприятие запаха, есть определённое исследование по поводу того, что именно в первые миллисекунды человек делает выбор по отношению к другому человеку, приятно или неприятно с ним общаться по аромату. Конечно, по аромату. По запаху, по аромату. Говорят, что даже половинки, да, то есть мужчины и женщины находят друг друга, именно ориентируясь на аромат, то есть на запах человека. Здесь есть такая закономерность. Можно найти себе человека по запаху, действительно, как вы говорите, половинки, здесь могут быть различные варианты. Но совершенно точно люди, которые не совпали в запаховых предпочтениях, вместе не окажутся никогда. Вот, это очень важно, да? Да, и это вот настолько мимо, что остаётся поверить науке в этом смысле, потому что разуму достаточно сложно раскрутить эту цепочку. Хорошо, дорогие друзья, напоминаю, что сегодня мы говорим об ароматах и значении аромата в нашей жизни. У нас в гостях Ольга Ковалёва и телефон прямого эфира 8 800 263 99. Звонок по России бесплатной готовки. Пожалуйста, свои вопросы. Наш специалист с удовольствием на них ответит. Итак, Ольга, что такое аромат для современного человека? Сейчас достаточно много ароматов, и важен как натуральный аромат человека. У каждого из нас есть какой-то свой аромат. Стоит ли пользоваться, то есть быть таким натуральным, или всё-таки стоит пользоваться сейчас современным, то, что делает современная парфюмерия? Ну, конечно, хороший вопрос, потому что здесь, наверное, скорее это вопрос про то, нужны ли какие-то дополнительные украшения, скажем так. Итак, если говорить про такой выбор, мне кажется, здесь каждый человек сам будет решать. Мы можем, наверное, в контексте нашей передачи просто говорить о том, каким образом грамотно пользоваться парфюмерией. Конечно, да. Потому что если человек устраивает собственный запах, и он не хочет ничем пользоваться, ну, значит, парфюмерия закрытая тема человека. Раньше давным-давно не пользовались, да. И всё-таки давным-давно не пользовались, но с какого-то момента начали пользоваться. Можно немножко истории? Это ведь довольно богатая история ароматов, которая пришла к нам много веков назад, даже ещё до нашей эры уже были известны опыты в этом направлении. Ещё в третьем тысячелетии до нашей эры есть данные, что в тот момент уже существовала парфюмерия в тогдашнем смысле этого слова. И если мы посмотрим на перевод латинского этого слова, то у нас получается перфюмус через запах. И в тот момент парфюмерия использовалась, не парфюмерия, а ароматические вещества использовались для воскурения, для каких-либо эзотерических обрядов. И парфюмерии в том смысле, как мы её сейчас понимаем, когда мы её наносим на кожу, на тело, тогда ещё не существовало. Немножечко позже всё это, все вот эти ароматические смеси начали использоваться уже непосредственно для умощения тела. И, например, в гробнице Тутанхамона через 300 столетий были найдены 3000 сосудов благовоний, которые при открытии до сих пор пахли. Поэтому, если говорить про такие древние истоки, то, конечно, парфюмерия всегда существовала. А если бы не же к нам? Да. А если говорить про более современные... Потому что у нас есть звонок, уже нас дожидают телезрители. Если говорить про более современные подходы к парфюмерии, то мы должны говорить о том, что её новейшая жизнь началась во второй половине 19 века. То есть то, в виде, в котором она дошла уже до нас. Хорошо, давайте ответим на первый звонок. До нас дозвонился первый телезритель. Пожалуйста, говорите, вы в эфире, мы вас слушаем внимательно. Алло. Здравствуйте. 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 Вот я слышала, что знак зодиака, под которым мы рождены, ну, каждый человек рождается, определяет не только наш характер, но и то, что каждый знак связан с конкретным каким-то ароматом. Вот скажите, пожалуйста, так ли это? Спасибо. Хорошо. А у вас какой знак? А у меня скорпион. Скорпион. Я тоже скорпион. Если говорить про какие-либо подходы и тенденции, то, как правило, приблизительно 80% утверждений попадают в правду. Поэтому можно посмотреть, какие ароматы рекомендованы скорпиону в данном случае, и посмотреть, насколько непосредственно вам это будет подходить. Потому что помимо тенденций есть ещё индивидуальность. И вот именно индивидуальность выбирает тот аромат и те предпочтения, которые предлагают классификации, скажем так. Ну, вот здесь опять же, касаясь исторической точки зрения, ведь это не случайно тоже было выработано. Почему-то вот скорпионам подходят вот такие запахи, да? Там, значит, рыбам другие, может быть, стрельцам третьи. То есть это тоже какая-то историческая тенденция? Или что это такое, Ольга? Ну, это относится скорее к эзотерическим тенденциям и к алхимическим тенденциям. Если говорить про парфюмерию как попытку предложить человеку непосредственно свой запах, это всё-таки индивидуальный подход, а не классификация. А есть что-то такое, знаете, наподобие коллективного бессознательного, которое тоже включает в себя и запахи? Есть. Как бы собрано уже веками, да, и то, что как бы характеризует человечество и, ну, раскрывает какие-то его секреты психологические. Ну, один из наиболее, конечно, известных таких параллелей – это запахи, которые относятся к церковным. Ладан мира мускус – это вот один из самых, одна из тех параллелей, которые меньше всего вызывают вопросов. Если мы говорим, например, про цветочную тему, то начиная с середины XIX века она была предписана женщинам, поэтому с определённого времени именно цветочная парфюмерия стала считаться женской, хотя изначально не было деления на мужскую и женскую парфюмерию. То есть это в XIX веке все ароматы поделились на мужские и на женские? На второй половине XIX века. Почему, значит, что, какой мужской аромат? Ну, мы знаем, он всегда более резкий, да, такой более, так сказать, может быть, жёсткий, да. Женские считаются более лёгкими. Так ли это на самом деле? Не случайно же тоже разделили с одной стороны. Здесь, конечно, на самом деле очень важно, как парфюмер прочитывает ту или иную тему, потому что розу можно сделать как шиповник, да, и это будет очень нежный, очень тонкий аромат, а можно сделать как такую густую, очень насыщенную пудровую, пудровый аккорд, и это будет совсем нелёгкая и девичья тема, а это будет тема зрелой женщины, допустим. Поэтому здесь очень сильно зависит от того, каким образом это сделано. Ну вот, кроме индивидуальных запахов, о которых мы сегодня поговорим, всё-таки человек проецирует этот запах, свой аромат ещё и в общество, да, потому что мы, почему мы сегодня говорим о запахе, вернее, об аромате как одежде для души, да, но эту свою душу мы несём, мы общаемся с людьми, да, мы выходим в мир, и наши ароматы вместе с нами, поэтому это ещё и возможность, как бы, человека говорить обществу, кто я, да, кто ты такой, это очень важно, то есть вот этот образ, о котором мы сегодня поговорим. Но есть же ещё, по-моему, ароматы и не только человеческие, да, но и корпоративные, допустим, аромат какой-то фирмы, я знаю, что есть аромат страны даже, вот недавно Литва выпустила свой аромат. Совершенно верно. И дипломаты литовские уже распространили флаконы с ароматом Литвы, так сказать, в другие страны, да, в другие страны, то есть образ страны, вот как с этим быть? Есть ли у России запах, свой аромат? Да, у России есть запах, причём, если говорить нам про последнее прочтение темы, это аромат башмаков, который сделан вместе с компанией, сделан компанией The Different Company. То есть официальный аромат, который можно купить? Нет, это не официальный, а официальный аромат, который можно купить, но это прочтение определённым человеком, вот башмаков, это... То есть как бы могла пахнуть, какого мог быть запаха аромат России? Это представление иммигранта о том, вот какой запах России. Он существенно отличается от того, что принято в парфюмерии считать русской темой, и я хочу ещё раз подчеркнуть, что это всё-таки видение некоего одного лица, да? А вот если говорить про Литву, то это госзаказ, наш заказ, поэтому вот сейчас Литва будет ассоциироваться именно с тем ароматом, который в настоящее время сделан. Если говорить про русскую тему в парфюмерии, которая получила большое развитие в начале 20 века, то это запах юфти, это запах кожи, которая... Юфти – это кожа. Да, это кожа, которая тонирована, ароматически тонирована дёгтем, к ней добавлен ещё запах берёзовых полений, запах костра, и поэтому, если мы посмотрим на ароматы, которые были сделаны знаковыми домами в начале 19 века, мы везде можем услышать вот такой вот характерный дегтярно-костровый запах. Ну, бывает по-разному, потому что, опять же, повторю, прочтение у всех своё, но, тем не менее, именно запах юфти принято считать российским эквивалентом ароматическим, русским. То есть кожа, запах и берёзка. Всё-таки берёзы остаются символом России. Да, 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 да. Ну, пашмаков там тоже берёзка. Да, да, да. То есть всё приходится к берёзе, к берёзам, и к полениям, и к дёгтю, и так далее. У нас ещё один звонок, давайте мы его послушаем и продолжим нашу беседу. Пожалуйста, говорите, вы в эфире. Алло. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, если духи и запах определяют характер, то я бы хотела рассказать о своей служебной практике. У нас в кабинете сотрудница наша пользуется такими тяжёлыми духами, что невозможно находиться рядом. Голова сразу начинает болеть. И, в общем, ни о какой раз быте уже речи не ведётся, хочется куда-то выскочить. Вот если бы на музыкальной терминологии, то это, знаете, не актерно, а уже целый реквием просто получается. Скажите, что делать? Как себе помочь вот в этой ситуации? Вот я постоянно пытаюсь там воспользоваться своим запахом, чтобы хоть немножко перебить тот запах, который стоит в кабинете. Можно ли как-то с этим бороться? Насколько этично сказать человеку, что этот запах для нас тяжёл? Хорошо, спасибо. Очень интересный вопрос. То есть это как раз вопрос морали, да? Во-первых, с одной стороны, как ароматы влияют на работоспособность коллектива. И существуют даже такие ароматы, которые сейчас распыляют в офисах, я знаю, для того, чтобы создать хорошее настроение у коллектива. А в данном случае встаёт вопрос этики и морали. Как сказать человеку, который не понимает, у которого нет чувства меры? У некоторых же есть и аллергия на... Совершенно верно. Слушательница очень правильно, зрительница очень правильно поставила вопрос насчёт того, уместно ли сказать. Действительно проще всего об этом поговорить в открытую, потому что, честно говоря, это вопрос не парфюмерии, а психологии. Какое отношение он имеет в данном случае к парфюмерии и к восприятию? Ваш коллега может не чувствовать того шлейфа, который для вас является тяжёлым. У людей различная чувствительность к запахам, и поэтому то, что для вас является тяжёлым, для неё может быть совершенно нормальным. Но существует некая норма и некий такой парфюмерный дресс-код, и поэтому, если что-то напрягает, точно так же, как в одежде, это нужно обсуждать. Нужно говорить о своих ощущениях, о просьбе быть более умеренным в аромате, попросить понимания. Я думаю, что ваша коллега отнесётся к вам с пониманием. Да, потому что это действительно очень важно. Да, совершенно верно. Это вопрос культуры, да? Это вопрос культуры. А с другой стороны, это, кстати, вопрос того, каким образом сейчас работает, скажем так, парфюмерия. Потому что она старается захватить большое количество пространства, большое количество воздуха для того, чтобы притягивать на эти ароматы новых покупателей. Если изначально ароматы должны были сидеть близко к коже, близко к носителю, и только такой точечный шлейф проводил линеечку к женщине, например, которая пахла тем, что понравилось, то в настоящий момент времени люди, которые пользуются, как правило, той парфюмерией, которую мы покупаем, это такое облачное вокруг нас, облачная аура, и от этого приходится страдать окружающим. Да. Совершенно верно. То есть это еще и рынок? Да, совершенно верно, да. Помимо красоты аромата, психологии, эмоции, это еще и рынок для того, чтобы, ой, знаете, как бывает, ой, мне так нравится ваш запах. Есть понятие, наверное, модного запаха, да? Вот мы сегодня поговорим о том, как мы выбираем обычно запахи. Понравилось, как пахнет, не знаю, у подруги, да, вот этот запах, или там еще у кого-то. Куплю себе такой же. Вот насколько это правильно, да, и насколько этично, скажем так, распространять свои такие ароматы так агрессивно в общество. И у нас осталось несколько минут до ухода на рекламу, Ольга. И все-таки вот корпоративные запахи существуют, какие запахи существуют, используют, вернее, сейчас корпорации для того, чтобы наладить, скажем так, хорошую обстановку в коллективе, или трудоспособную, или еще какую-то... Татьяна, знаете, если честно, для меня это вопрос не очень понятный, потому что корпоративный запах подразумевает, что этот запах должен нравиться всем. Вот. Я не знаю таких примеров. И наоборот, есть данные по поводу того, что когда в парижском метро хотели распространять запах луга, через несколько недель этот эксперимент сняли, потому что люди попросили, чтобы пространство было свободно от запахов. Поэтому, если говорить про какие-то корпоративные ароматы, то, мне кажется, может быть, это дело какого-то далекого будущего. В настоящий момент времени я не знаю, чтобы это была какая-то широкая практика. Я не говорю о том, что это широкая, нет. Но есть, я читала о том, что уже применяют в Европе, распыляют что-то. Знаете, это немножко похоже... Мне напоминает такую химическую войну. Я прихожу на работу, а там, простите, что-то в воздухе летает. Да, вот как с метро получилось. Да, да, да. То есть какие-то запахи, которые меня побуждают действовать вот таким образом. Поэтому встает вопрос этики и морали. Это тоже имеет прямое отношение к психологии. Я считаю, что это очень-очень важно. Хорошо. Сейчас мы уходим на короткую рекламу. Дорогие друзья, не переключайтесь. Телефон нашего эфира 8 800 263 99, звонок по России бесплатный. Готовьте свои вопросы. Мы встретимся через несколько минут и продолжим разговор о том, как ароматы влияют на нашу жизнь. У нас в гостях Ольга Ковалева. Не переключайтесь.